Военно-историческую драму «Время вернуться» производства национальной киностудии «Беларусьфильм» только за первый уикенд посмотрели более 40 тысяч зрителей. Это история о партизанах, которым удалось пробраться в тыл врага через непроходимое болото. Заложенная ими дорога «Лежневка» дала тактическое преимущество войскам Красной Армии в ходе операции «Багратион». Почему военное кино до сих пор трогает зрительские сердца, Нина Можейко поинтересовалась у режиссера картины Ивана Павлова. Иван Михайлович, мы вас застали в такой очень ответственный, мне кажется, для любого режиссера момент, когда ваше кино показывают, ну, буквально, если не по всей стране, во всех кинотеатрах страны. И вот задаетесь ли вы, как режиссер, сейчас вопросом, если говорить на сленге, зайдет, не зайдет? Вот какие в вашей режиссерской душе сейчас происходят события? Этот период у режиссеров, конечно, очень такой важный, трепетный, да? Вот первая неделя вот этого показа. Но тут еще совпало и с датой, которая у нас 9 мая. И фильм на эту тему. Поэтому если бы сейчас этот фильм смотрели ветераны, я бы от трепета, конечно, бы немножко был... очень ножка был бы в напряжении, потому что ветераны бы смотрели немножко другим взглядом, да? Сейчас у меня уже ответственность перед детьми, которые должны это посмотреть и узнать, что была такая веха в истории нашей страны. Поэтому тут все вместе и режиссерское, и немножко уже такое назидательное чувство. Сегодня мы видим, что не только в Беларуси, но и в странах постсоветского пространства снимают много военного кино. Как вам кажется, почему? Все равно эти фильмы о людях, которые на фоне войны. Война – это крайняя такая степень напряженности, будем так говорить, да? И только на ее фоне обостряются все отношения. И четко появляется, кто врет, кто не врет, кто друг, кто враг. Вот, поэтому это, да, это очередная волна вот такого интереса. Другой вопрос, что как молодежь это сейчас будет воспринимать? Надеюсь, не как учебник для действия какого-то, а для осмысления. Я знаю, что для вас вообще тема истории Великой Отечественной войны святая, просто в силу даже тех причин, что ваш дедушка тоже прошел войну. Давайте обязательно вспомним сейчас ту историю. Я подбираюсь к тому, чтобы снять историю о том, как мой дедушка служил и как он воевал. Не знаю, получится ли или нет, потому что то, что он мне рассказал, я ни в одних книгах, учебниках не читал. Он с 41-го до 45-го, я назван в честь его. Иван Быханов, Иван Петрович Быханов, полтора года был командиром штрафбата. Он фильм «Штрафбат» посмотрел, говорит, ну, хорошее кино, но никогда штрафбатом не командовал штрафник. И ведь, действительно, никто на это не обращал внимания, из зрителей. Вообще, Виктор Тимофеевич Туров, мой мастер, у которого я учился, однажды нам сказал, «Ребята, снимайте про любовь». И мы как-то так... И я понял, что ведь он прав. И по большому счету время вернуться тоже про любовь. Про любовь к своему дому, который ты вынужден был бросить, да, и уйти воевать. Любовь к... Ну, мужчина-женщина, там, у нас в фильме это тоже есть, эта история. Это какой-то двигатель вперед, это... Она заставляет людей идти на самопожертвование. Ведь эти партизаны, которые воевали над территорией Беларуси, они же могли как-то прятаться и не вылезать в лесах. Немцы и не заходили в эти леса. Ну, попрятались там, грибы поели, рыбку словили, да и все. Но они проявляли свое отношение, они уничтожали фашистов. В кино важнее форма, и идет форма впереди, или все-таки содержание? Или это как-то работает вместе? Я на площадке всегда всем говорил. Выключаем звук и смотрим, получается ли рассказать историю изображением, картинкой, вот этими эмоциями. Мы в кино можем снять крупный план. И это очень важно. В театре не очень могут сделать крупный план, да? На картинах, ну, тоже как бы такие создают картины общего среднего плана. Если бы я у вас попросила, вот у нас есть тема, день Великой Победы, да, 9-й год. И вот взять крупный план. Я знаю один крупный план, который... Для меня только этот план. Для меня только этот план. Это мой дедушка. Да. Они сделали эту победу. Дожил дедушка до 90-х лет, 91. И он, конечно, смотрел на какие-то вещи с удивлением. Но он пользовался мобильным телефоном. Он сидел за рулем до 85 лет. Вообще мы с ним на велосипедах катались. Он любил жить. Надо уметь любить жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова